Продолжение следует... С 9 или с 10 вольт, не помню точность переписки, но сейчас мы это все проверим. То есть машина стартовала, ну стартует получается на повышенном напряжении, и возник вопрос, чем это обусловлено. То есть у меня первые предположения закрались, что проблемы с мотором, что подгорел там коллектор, щеточки подзасрались, то есть все это надо было дело разобрать, почистить, и все были бы счастливы, все довольны. Но не тут-то было. Показываю. То есть вот сейчас я, допустим, откручу чуть назад и закручиваю. Вот все, дальше крутится, стоит максимальный вылет иглы. Не знаю, не фокусируется, но не суть. Максимальный вылет. Так, у нас есть мультиметр. Сейчас мы подключим наш лабораторный блок. То есть у меня есть такая вот тестовая платка. Сейчас мы ее подключим. Вот, она заработала. Возьмем свитч. Имитирующий педаль. И так. Сейчас все, внимание на мультиметр. То есть, по идее, сейчас у нас все выключено, да, по нулям. Включаем. Ну вот, 7 вольт. К примеру, выставляем десяточку. Вот, 10,1. Итак, у нас в комплекте идет переходник Cheyenne, который предназначен для работы с обычными блоками питания, где гнездо 6,3 мм. Вот. Здесь гнездо под стандартный Cheyenne кабель. Ну и, собственно, сам Cheyenne кабель. Подрубаем эту всю систему в блок и в машину. Так, какого-то хера все вырубил. А! Все, вырубился лабораторник просто. Так. Все подключено. Сейчас я врублю свитч. Машина заводится. 10 вольт. Мы ее отлаживаем. И дальше смотрим по напряжению. То есть, сейчас мы включим. Вот, у нас 10 и... Ну, как и было. Опускаем до 9. Выключаем. Все. Машина не заводится, возрастает ток. То есть, 9 вольт, максимальный вылет, не работает. В чем проблема в таких случаях, получается, я в первую очередь, когда мы переписывались с владельцем, грешил на двигатель. То есть, проблема в движке, либо в самой плате. На самом деле, это не так. Объясню почему. Берем... Точнее, достаем оригинальный кабель, отлаживаем его в стороночку и берем наш тестовый кабель, который мы спаяли сами. Подключаем. Подключаем к машине его. Ложим. У нас было 9 вольт. На 9 вольтах машина работает намного шустрее, чем с оригинальными кабелями на 10 вольтах. Теперь смотрим порог, на котором тачка стартует, то есть, на максимальном вылете. Опускаемся до 8 вольт. Выключаем. Включаем. 8 вольт стартует. Опускаем планку на 7 вольт. Выключаем. 7 вольт стартует. Опускаемся еще ниже. 6 вольт. Выключаем. Все. 6 вольт мало. Чуть-чуть поднимем. 6,6 вольт стартует. О, 666 было. Так, что мы видим? То есть, на моем кабеле машина работает, точнее, стартует с максимальным вылетом на пониженном напряжении. То есть, 6,5 вольт. В то время как оригинальные кабеля запускают машину только с 10 вольт. Далее. Тестируем все это дело дальше. Берем. Остается подключен мой спаянный кабель, и мы к нему подключаем еще оригинальный кабель. И подключаем, собственно, к машине. Все те же 6,5 вольт выставлены. Включаем. Не работает. Чуть-чуть больше. Завелась. 6,8. Завелась на две десятки больше, наверное, по той причине, что на кабеле все-таки присутствует какое-то сопротивление. Вот. То есть, повторный запуск, все нормально запускается. 6,8 вольта. Далее. Что мы делаем? Так. Мы берем, достаем кабель. И понимаем, что вся проблема у нас вот в этом переходнике. Даже если мы сейчас подключим сюда переходник, минуя вот этот вот кабель оригинальный, шайеновский, и вставим переходник сразу в машину, то он не вставится. Нет, он вставился, но машина при этом опять-таки не заводится. Поэтому хочу предположить, что если вы работаете с неоригинальным блоком питания, то есть шайен PU1 или PU2, использование оригинального переходника шайен категорически не рекомендуется с неродными блоками питания. Пускай даже в вашем блоке есть стартап режим, я все равно советовал бы отказаться от использования данного кабеля, потому что он не дает запускать машину на пониженном напряжении. Учитывая то, что в тандере стоит 12-вольтовый мотор, если мне не изменяет память, то пусковое напряжение в 10 вольт это слишком много, учитывая то, что мотор у нас 12-вольтовый. То есть маленький запас по напряжению остается, и я предполагаю, что это не совсем благоприятно сказывается на дальнейшей работе мотора. Вот, поэтому имейте в виду, что если ваш шайен начал плохо запускаться на пониженном вольтаже, то вполне вероятность проблема вот в этом переходничке, который пожирает беспощадно напряжение. Ну, я так сомневаюсь, что он пожирает напряжение. Скорее всего, вот здесь вот, в старых версиях, я помню, стоял диодный мост и еще какие-то элементы. Но я не могу его раскрутить по той причине, что он склеен, а кабель не мой. То есть я, в принципе, попрошу владельца, я владельцу спаяю новый, без всякой этой чехарды. А если он разрешит мне его оставить, я, конечно же, его вскрою, и мы посмотрим, что там находится внутри. Вот, в общем и целом, как бы, такое вот наблюдение касаемо использования шайеновского переходника с нерадными блоками питания. Так что имейте в виду и будьте предельно внимательны, подбирая себе оборудование. На этом, как бы, и все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok